Ну что, друзья, самая бюджетная сборка ПК за последние несколько лет выпусков на этом канале. Сборка ПК за целых 30 тысяч рубликов. Сейчас на дворе кризис, непонятная ситуация, цель растут как на дрожжах и в принципе ни на что не хватает. И в том числе на хороший игровой компьютер. И вот 30 тысяч рублей, это достаточно такая внушительная сумма, но не в рамках компьютерокомплектующего, потому что по факту это копейки. И самое интересное то, что в этом ролике мы с вами соберем за этот крайне ограниченный, невозможно ограниченный бюджет, очень игровой компьютер. И я скажу более того, что этот компьютер потянет на утрах все существующие современные игры. И некоторые на этом моменте возможно сейчас скажут, что Брик, ты с луны свалился, какой игровой компьютер может быть за 30 тысяч? К сожалению, да, за 30 тысяч рублей из новья вы ничего нормального не соберете. И это будет далеко не игровой компьютер, потому что если брать в расчет что-то уровня до 16.50, толку не поставить, ну хорошо, и то вряд ли. 10.30 Да, из нового железа это будет уровня Pentium и 10.30, и вы можете в принципе забыть про какие-либо игры, там за заряд только, не знаю, CS 1.6, там CS, и да, возможно CS 2, но с лютыми лагами, если вы будете кидать смог. Поэтому, друзья, если вы очкуете покупать что-то с авторичкой, то посмотрите этот ролик до конца, особенно тесты в играх. И я думаю, что ваша боязнь просто начнет меркнуть на фоне того, что вы сможете получить и желание поиграть окажется сильнее. Но обязательно, друзья, будьте максимально аккуратны и бдительны при покупке компьютерных комплектующих, потому что есть разные горе-мамкины бизнесмены в виде майнеров, есть разные продаваны, которые пытаются навариться и впарить лютую дичь. Но в большинстве своем, если вы будете аккуратно подходить к покупке компьютерных комплектующих, то вы купите действительно мощное и хорошее железо. Я реально пожирнел, ребят, этой рубашке хрен знает сколько времени уже, и она мне мала, она просто мала. И это оставь лупчинский, если тебе надоел один и тот же прикид, и ты хотел бы, чтобы я немножко преобразился, скажем так. Короче говоря, погнали к нашей невероятной игровой сборке ПК за 30 тысяч рублей. И первый лот это у нас процессор. В роли процессора, я думаю, многие уже поняли, что будет, и да, это Intel, Xeon, да. Друзья, простите меня, но взять что-то другое у нас толком не получится, особенно если мы хотим получить производительную игровую станцию, более того, рабочую станцию. То есть компьютер, на котором можно монтажить ролики, я не знаю, стримить, заниматься какими-то делами, открывать разные софт, программы, достаточно ресурсозависимые. Для этого нужен производительный процессор. Если вы относитесь принадлежительно к Xeon, то есть Intel Boy, есть целое поколение, скажем так, шкалеров, которые очень сильно любят Xeon, Xeon. Но, я скажу так, несмотря на то, что комьюнити у Xeon есть, как, и дико крутое, потому что там есть прям фаны адекватные и так далее. А есть шкалеры, которые, говно, на вентилятор накидывают по максимуму, то же самое, в принципе, как у МД Боев. Но не суть, самое главное, процессор, а проц очень годный. Если у вас в голове сидит барабашка до сих пор из разряда, то, что Xeon брать нельзя, это же серверный процессор, они работать не будут, и, в принципе, это говно, то я вас разочарую. Это лучший вариант в плане соотношения цена-производительность. На ваших экранах сейчас E5-2670 V3. Это очень годная производительность, вы можете взять 2640, там будет производительность на ядро лучше, но тут именно в мульте ядерном режиме будет намного круче. Поэтому этот компьютер идеально подойдет как для игр, так и для работы. Этот процессор выпускался под сокетом LGA2011-3, а, соответственно, он поддерживает память DDR4. Ядер у него 12, а потоков 24, с кэшем L3 уровня 30 мегабайт. И вот интересный момент, многие из вас знают, что в играх очень важна производительность на ядро. Да, можно, как я и сказал, взять 2640, и будет это ядро, скажем так, производительность на ядро будет лучше. Но, если мы говорим про современные AAA-проекты, то многие игры сейчас очень хорошо работают с мультиядерным режимом. И я считаю, что этот процессор будет выигрывать. Особенно, если мы говорим про сборку ПК не только для игр, но и для работы. Короче говоря, топчик, берем его. Вы можете его взять как на Алиэкспрессе, так и на Авито. Смотрите сами. Если вы думаете, что на Алишке это будет не бушная, а новый процессор, то не надо себе создавать иллюзии. Потому что на Алиэкспрессе вот такие процессоры, это вторичка, точно так же, как и на Авито. Под такой ксиончик, естественно, нужна материнская плата, поэтому вторую лот, это у нас материнка на чипсете X99. Это у нас ревизия 1.41, и также у нас имеется 4 слота под оперативной память. Есть слот под M.2 накапители поддерживающие, естественно, протокол NVMe, то есть 5 си экспресс. У нас VRM-ка не то, чтобы прям супер крутая, но ее будет достаточно. Куча USB-портов и разные ништяки. Материнка простенько, mini-ITX, micro-ITX, точнее, и никаких таких излишеств у нас нет. Было бы странно их увидеть в бюджете за 30 тысяч рублей. Стоит за 790 материнку, а i9 там 4900K вы, естественно, не увидите. И обязательно, друзья, дождитесь тестов в играх, потому что вы немножко обалдете реально от производительности. Но перед этим я бы хотел сегодня поделиться с вами крутой и реально интересной новостью. Это тематические посты в дзен. Например, знали ли вы то, что Nvidia сейчас выпускает RTX 4070 с чипом? Внимание, RTX 4080. Да, друзья, вы все правильно поняли. Внутри 4070 теперь будет установлено 4080. Внимание, у обычной 4070 графический процессор имеет 5888 ядер CUDA. Но в продажах, как я и сказал, появились адаптеры на основе AD103. Смотрите, AD104 это стандартный графический процессор именно RTX 4070, а AD103 это RTX 4080. Также графический процессор AD103 установлен в RTX 4080 Super и RTX 4090 для ноутбука. Это второй по старшинству графический процессор в линейке Adalaflase. Он содержит 10240 ядер CUDA, что почти вдвое больше, чем у обычной 4070. Если вы подумали, что будет производительность намного выше, то не совсем так. AD103 используется в 4070 именно от бракованной от 4080. Если вы счастливчик, который урвал 4070 с графическим процессором от 4080, напишите об этом в комментариях, потому что это действительно будет интересно. И напишите, как вам вообще подобная видеокарта. Ну а на Дзене вы сможете найти еще много разного и интересного материала о технологиях. Не только новости, но и познавательный авторский контент. Для удобства использования все самое удобное и актуальное собрано в специальных тематических разделах. Также присутствуют такие разделы, как красота и стиль, спорт, путешествия, еда, наука, культура, экономика, авто и гейминг. Заходите, потому что там действительно очень и очень интересно. А ссылочка будет в описании под этим роликом. Я крайне рекомендую. И да, небольшая закулисная инфа. Я веду свой тикток. Сейчас второй ютуб канал, где буду выкладывать чисто шорсы. Так вот, некоторые темы как раз таки для коротких роликов я беру с цены. Ну а сейчас, друзья, мы с вами возвращаемся, правильно, к нашей сборке ПК за 30 тысяч рубликов. Внимание! Следующий, друзья, мой лот, это оперативная память. Смотрите, это у нас вот такой оператосик. Почему это не какой-то крутой бренд, а какой-то ноу-нейм, да, Атермайтер, Атермиттер. Я не знаю, как правильно произносится. Я веду без пикэнгиш, сурегайс. Так вот. Это у нас две плашки по 8 гигабайт с частотой 2666 мегагерц. С таймингами, с латентностью CL19. И да, друзья, я сейчас на монтаже вспомнил то, что мне рассказал. Очень важный момент касательно процесса. Не все процессоры могут работать с частотами оперативки выше 2133 мегагерц. Конкретно мой 2670v3 работает с максимальной частотой 233. А я взял эту оперативку на 2666 сугубо, потому что она шла комплектом с материнской платой процессом. Учтите это обязательно при выборе оперативной памяти, а также не пытайтесь биосе выставить на оператос там в 3200 и так далее. Оперативка на этой частоте попросту не запустится. На своих экранах вы сейчас видите список процессоров под соки 2011v3 и максимальную частоту азу для них. Обязательно учтите этот момент при покупке. И еще очень важный момент. Вот я вам в самом начале сразу вот этих три лота показываю. Для чего? На Алиэкспрессе, а также на Авито зачастую продается это все комплектом. То есть вы можете все по отдельности прикупить, но зачастую будет намного выгоднее, если вы купите это комплектом. Как вы можете сэкономить там одну-две тысячи рубликов? А также, друзья, немножко магии. Смотрите внимательно. Этот камень поддерживает четырех каналов. Что это значит? У нас с вами в материнке присутствует четыре статапы от оперативной памяти. Смотрите, мы ставим две плашки оперативки. У нас, соответственно, задействуются двух каналов. Логично. В будущем спокойно можете апгрейднуть систему до 32 гигабайт, поставив еще две плашки по 8 гигабайт. И у вас будет задействоваться уже четырех каналов. Это нужно. Все очень просто. Благодаря четырех каналов у вас будет меньше фризов в играх. Но и в принципе с двух каналов будет все работать ок. И когда вы видите, в принципе, как выглядит весь конфиг, вся конфигурация целиком, вы, я думаю, поймете, что за тридцатку даже в нынешних реалиях реально собрать игровой компьютер, на котором вы сможете не просто играть, а реально полноценно работать. Я считаю, что это гуд. И в принципе это можно назвать антикризисным вариантом. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Четвертый лот. Это кулер Gamax 303. Тепловые медные трубки и так далее. ТТП будет более чем достаточно для нашего камушка. Вы посмотрите температуру в играх. И я думаю, увидите, что все будет ок. Когда я закончу вам показывать все комплектующие по отдельности, я вам покажу полную конфигурацию, а также цены, за сколько я это все прикупил. Небольшой спойлер. Вы раньше меня ругали за то, что у меня сборка показа, допустим, 50 тысяч, а конфиг получается 52, 53, 54 тысячи рублей. Так вот, это тот редкий случай, когда цена всей конфигурации будет даже меньше 30 тысяч рублей. Это с учетом корпуса. Брик, ты же мог добавить куда-то, кинуть эти деньги оставшиеся и так далее. Решайте сами. Это уже дело ваше. Куда вы закинете денежки? Смотрите, весь вот этот конфиг, ну, с учетом того железа, который я еще не показал, выйдет примерно в 27-28 тысяч рубликов. И вы можете оставшиеся 2-3 тысячи закинуть на свое усмотрение в оперативку, купив сразу же 4 плашки по 8 гигабайт, чтобы у вас был 4 канал и 32 гига. Также вы можете прикупить дополнительный SSD накопитель под игры. Тут я считаю, что я оставляю поле как бы для действий для вас, потому что вы сами сможете решить, куда же лучше. Я же не смог определиться. То есть, вы увидите, какой у нас SSD-шник стоит, но я, наверное, все уже буду рекомендовать. Да вот, как вы знаете, вы можете в SSD большего объема поставить, вы можете оперативку. Решайте, короче, сами. Тут уже дело каждого, и на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Слово как раз про SSD накопитель. Пятый лот, это CCD. У нас есть Kingsman, это не, соответственно, не фильм, но прикольный SSD-шник. Короче говоря, это простой китайский SSD-шник. Вы можете посмотреть разные вариации, начиная от Kingston A400 и заканчивая какой-нибудь NV1, тоже Kingston, да, взять. Вы можете взять на, там, с AliExpress, какой-нибудь простенький SSD-шник, смотрите на TBW, то есть, эти памяти больше. Зачастую это будет LC3D NAND. Объем берите где-то 500 на гигабайт. Если получится, то урвите, естественно, на 1 терабайт. Как вы понимаете, сюда можно поставить M2 накопитель. Соответственно, вы можете сразу взять форм-фактор M2 и не заморачиваться с SATA шлейфами, не заморачиваться с подключением блока питания и так далее. То есть, тут у нас разъем, соответственно, позволяет это сделать. Шестой лот сердца этого компьютера, который будет питать всю систему, это блок питания. Внимание! Я урвал целый PF650 от компании Deepcool. Это 650-ваттный BP-шник, который имеет неплохую элементную базу. И по 12-ти вольтовой линии он у нас выдает 624. Сомневаюсь. Но ладно. Сертификат 80+, ну и все. Очень большое количество разных кабелей у нас, соответственно, идет... У нас 32 пина идет на видюху до питания. Так что более чем за глаза будет достаточно под все ваши существующие запросы. И еще останется, естественно, разъемчиков. Molex тоже присутствует. Molex вам может понадобиться при подключении корпусных вентиляторов, если покупать какой-то дешевый корпус. Короче говоря, я считаю, что с BP-шником мне дико повезло, потому что BP-шник очень годный, особенно за свой прайс. И последний лот, друзья мои, это видеокарточка. Легендарный PolyJetStream. GTX 1080. Дожили? Мы покупаем сейчас в сборку ПК за 30 тысяч рубликов, покупаем 1080. Когда-то в свое великое время, когда канал только стартовал, я себе собирал ПК за 100 тысяч рублей на GTX 1070. 100 тысяч я отдал, чтобы собрать себе комп на 1070. Там была 7 процессор, 32 гига, или 16, не 16 гигов. И, соответственно, видеокарта 1070. Сейчас 1080 идет в сборку за 30-ку. Я считаю, что это очень круто, особенно с учетом роста цены и инфляции. И вы можете прикупить вот эту реально монструозную видюху. Если вы считаете, что она морально устарела, или еще что-то там, майнеры и так далее, что вы хотите в бюджете за 30 тысяч. Вы ничего лучше не купите. Я считаю, что это прям must-have. Это практически топовая видеокарта из 10 серии, которая способна не то, что тянуть игр, она способна увозить их на ультра. Брик, ну у нас же не будет DLSS, у нас не будет трассировки. Забудьте про трассировку в бюджете за 30 тысяч. А про DLSS, да, жалко, но есть FSSR. У нас есть всеми любимая и крутейшая компания AMD, которая сделала FSSR бесплатным и доступным, в принципе, для всех владельцев, даже если у вас видюха из лагеря зеленых. Для тех, кто не знает, FSSR это аналог того же DLSS. Да, не такой крутой, да, не такой совершенно в некоторых моментах, но он действительно рабочий. Для современных игр в 2024 году здесь памяти будет достаточно, здесь у нас хороший тип памяти, все шустренько, быстренько и годно. Я считаю, что опять же это гуд. Ну а, друзья, небольшая ложка дегтя в бочку меда, будьте аккуратны, потому что действительно 10 серия пережила на две волны майнинга и найти видеокарту, которая не участвовала бы в майнинге, практически невозможно. Это шанс там один из десяти в лучшем случае. Поэтому будьте аккуратны, проверяйте видеокарты и держите в голове, что да, скорее всего, купите видюху после майнинга. Но, как я и сказал, мы с вами собираем комп за 30, который должен тянуть современные игры. Спроса за такой бюджет, в принципе, не должно быть, особенно при такой производительности. Я считаю, что это прям годнотища. Барабанная дробь, последний лот, это у нас корпус. А я не стал его включать. На самом деле, я его купил. Смотрите, корпус вы можете взять вот такой. Вариантов на Авито, если я скажу, что дохрена, я ничего не скажу, потому что тут нужно немножко другим словом выражаться. Так вот, вот вам пример корпуса. Купил от Airacool. Здесь у нас спереди подсветочка присутствует, USB 3.0 на передней панели. Также у нас возможность вставлять сюда SD-карточки, что очень удобно. На два еще дополнительных USB 2.0. Короче, все индикаторы, кнопочки, переходнички. Все супер. Вся конфигурация на ваших экранах. Вы сейчас можете поставить видео на паузу, почитать, посмотреть, а также прикинуть по ценам. Как я и сказал, вся конфигурация вышла даже дешевле 30 тысяч рублей. И вы спокойно можете вкинуть эти деньги в оперативку. Вы можете в SSD накопитель. Ну или просто, грубо говоря, обмойте новую покупку. Вот вам сэкономлено пару тысяч рублей. И сейчас, друзья, самое время перейти к тестам, потому что нужно посмотреть, что у нас по температурам, какие действительно игрушки тянет эта платформа, там вот эта вся система. На, и как она будет справляться с современными играми. А внимание на экран. И сходу, друзья, начинаем с козырей самых ресурсозависимых игр. Итак, Cyberpunk 2077. Full HD и настройки внимания высокие-ультра. То есть, да, по факту на конфиге за 30-ку можете играть на ультрах Cyberpunk. Потому что в среде мы получаем 73 кадра в секунду. Естественно, никакой трассировки лучей. Там можно упасть трассировки даже путей. И его включено не было. Но есть небольшой лайфхак. Был включен FSR 2.1 на качество. К слову говоря, в Киберпуке никаких микрофризов и лагов нет. Идем с вами дальше. Игра номер 2. Resident Evil Village. Full HD и ультра. И в среднем, внимание, мы с вами получаем по результатам забега 200 фпс. Короче говоря, ну сам это интересно. Посмотрите на графики. Посмотрите на температуру процессора и видеокарты. Видеокарта у нас не греется от слова совсем. Типа 60 градусов. Для видеокарты это невероятно низкие температуры. Несмотря на то, что процент загрузки видеокарты под сотку. И я скажу честно, друзья, первой игрой вообще в тестах должна была быть GTA 5. И знаете, как я немножко ошалел, когда я запустил GTA 5, начал ее тестировать. Запустил все на ультрак, все крутые настройки там и так далее. Там длинные тени, дополнительные настройки графики. А у меня, внимание, процент загрузки видеокарты находится 75-80%. При том, что улучшить разрешение. ПС какой-то космический в GTA 5 и не был. Он в районе было 60-70 кадров. И я сидел, думал, что же, блядь, тут не так. Все очень просто. GTA 5 уже морально устарел, точнее, движок у GTA 5. В GTA важна производительность на ядро. Поэтому будут все-таки некоторые игры, где у нас процент загрузки видеокарты не будет 100%. Он будет в районе там 70-80-90%. Ибо процессор, хоть и при большом количестве ядер и потоков, имеет достаточно низкую производительность на ядро по сравнению с тем же E5-2640v4. Еще раз, друзья, если вы себе собираете компьютер чисто только для игр, то E5-2640v4 этот вариант будет предпочтительней. Идем с вами дальше. Call of Duty Modern Fire 3. Full HD, высокий терра ультра. И вот тут в колде я уже заметил некоторые моменты уже тонкости. Если вы будете внимательно смотреть за графиком фреймлейт и фреймтайт, то вы заметите то, что есть небольшие микрофрезы. Да, они редкие, вы практически не будете чувствовать, но тем не менее они есть. И чтобы подобного на этом конфиге не было, то нужно учитывать два фактора. Первый фактор это установка оперативной памяти в четырехканальном режиме работы. Ибо оперативка работает на низкой частоте, и чтобы нивелировать вот эту пропускную способность, то нужно ставить оператос в четырехканал. Ну и второй пунктик это покупка, соответственно, процессора с большей производительностью на ядро. Но часто служили на меня никак не повлияли эти микрофрезы, они вообще никак не ощущаются. Но я обязан был сказать, что собственно нужно сделать с конфигом, чтобы их не было вообще. И последние гран-тесты это Assassin's Creed Valhalla. В этой игре, как в предыдущих трех, точно так же у нас процент загрузки в норме. Короче говоря, просто нормальный вытягивает 1080 Full HD разрешения в современных играх. Но, как я и сказал, присмотритесь к тому, чтобы поставить в этот конфиг не две плашки оперативной памяти, а четыре. Поверьте, оно того стоит. И максимум внимания, друзья, всем, кто соберет подобный себе компьютер. Первым делом после сборки этого компьютера, через кнопку Delete, регулярно нажимаемую, вы заходите в BIOS, выбираете вкладку Intel Iris Setup, далее Memory Configuration, потом Memory Thermal, и выставляете первые параметры на OLTT. Из-за выключенного OLTT, чтение и запись падает в несколько раз. И не бойтесь синего BIOS, там ничего нет сложного, зато он универсален, и вы, в принципе, найдете в интернете практически все, что угодно, любые гайды. Итак, выводы и заключения. Несмотря на полный трендец с ценами, полный трендец с доходами, несмотря ни на что, на этом компьютере реально работать, играть, заниматься какими-то делами, я не знаю, если вы хотите работать на аутсорсе, монтажет ролики под заказ, там еще что-то, вы все можете выполнять на этом компьютере. Я считаю, что это годно, с учетом того, опять же, какой трендец. И кто бы что ни говорил, за тридцатку реально собрать мощный ком. Да, не из нового железа, но с учетом, какая разница будет в производительности из нового железа и со вторички, я думаю, выбор очевиден. На этом, друзья, соответственно, все. С вами был Брикман, всем удачи, на встречу, увидимся совсем скоро. Всем пока. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok